Привет, дорогие друзья, подписчики, слушатели! С вами Ольга из Вильнюса. Я ещё здесь. Это уже вторая моя поездка в этом году сюда. И я уже собираюсь уезжать. И уже надолго. Вот смотрите, в каком я дворике. Это Волдову Румы в Вильнюсе, который долго отстраивался на кафедре. И вот сейчас хотела зайти в музей первый раз. А музей оказался закрытым. Вот двор внутренний. Вот там музей сзади. Вход его внутрь в подземелье. Он там сейчас закрыт. Ну вот решила, что здесь нужно снять видео. И знаете, тема какая? Ну, во-первых, вот это то, что всю жизнь живёшь и не знаешь, что у тебя под носом творится. Ни разу не видел. Это, конечно, такая тема серьёзная. И её нужно тоже всегда учитывать. Когда мы говорим что-то такое категоричное. Типа никогда там не нравится, не люблю и так далее и тому подобное. Может, просто мы не знаем о том, что есть у нас под носом. Что-то хорошее, интересное. Ну, это такое размышление о том, что, чтобы категорично что-то заявить, нужно, в принципе, сперва, конечно, разобраться во всём. И найти какие-то плюсы, и найти хорошие, интересные места. Это первое. Второе, ну вот я буду так по чуть-чуть крутить, просто, чтобы... Хочу очень показать вот эту красоту всю. Передать, конечно, наверное, это нельзя будет. А второе, знаете, что... Вот как-то этот раз сейчас я здесь почти 20 дней, и, по-моему, ни одного видео и не записала. Хотя настроение было у меня очень разное, и я свободна была, и было очень тепло, я гуляла. Сейчас похолодало, видите, и свитер, и шарф, и куртка уже. И... А так-то было очень хорошо, такая прямо теплота, солнце, все туристы на улице. Вообще, Вильнюс, конечно, супер, мега туристический город. И он хорошо принимает своих гостей, это правда. В нем нравится быть гостям, так можно сказать. Так вот, то, что я сейчас поняла за эту поездку, хочу так вот обозначить вам. Постараюсь, во всяком случае, донести свою мысль таким образом, что... Если есть какое-то предположение, то его нужно проверить. Так ли оно на самом деле? Сейчас поясню, что это значит. Я собиралась больше времени проводить в Вильнюсе. То есть, ну, так созрели все для этого условия, сложились так обстоятельства. И, то есть, как-то уже я почву здесь подготовила к тому, чтобы здесь больше времени проводить. Ну, или, скажем, одинаково там и тут, в Ирландии и в Вильнюсе. Чтобы, ну, не залипать, скажем, в этой ирландской зеленой скукоте, как я говорю. Так вот, сейчас я приехала первый раз одна. Я здесь одна. Да, то есть, сын, ну, учится, соответственно. Летом мы были вместе. Сейчас я здесь одна. Постараюсь как-то против ветра, а то ветер прямо дует. И, то есть, я такая счастливая. Думаю, вот я сейчас одна. Тут это, это, это сделаю. Туда, туда, туда схожу. Там, там, там побуду. Но оказалось, вы знаете, всё не так однозначно, как и, в принципе, всё обычно, что мы, ну, о чём мы ещё не знаем, что мы ещё не проверили, да. То есть, получилось, что уже сентябрь, все заняты, все мои друзья. Я, допустим, всю неделю работаю, субботу, воскресенье какие-то остаточные ягоды, дачи, шашлыки дома с друзьями, с мамами, с детьями, с бабушками и так далее. Ну, в общем, кто-то уехал, те, кто у меня вот занимаются свободными какими-то предпринимательствами в сентябре, все уехали. Кто на круиз, кто на тусовку какую-то, кто на просто отдохнуть в бархатный сезон. В общем, в общем, сильно никого не было. И вот у меня было очень много времени подумать. И я приняла такое решение, что я пока что одна, вот так вот, совершенно в такой свободе жить не хочу. И поэтому все дела, которые вот я, ну, собралась сделать здесь и для того, чтобы, ну, сделать себе почву, чтобы здесь быть дольше времени проводить, я их, собственно говоря, все поменяла, абсолютно поменяла мнение и закрыла то, что не надо, и всё, и поеду домой. То есть, вот это моя мысль, вот знаете, она к чему? Что, в принципе, всё можно, ну, почти всё можно проверить перед тем, как кидаться в омут головой. Ну, в бизнесе или там в... Ну, в основном в бизнесе это называется тест, правда? Да, да, или в каких-то других индустриях. Это называется сделай тест, да, сделай тест до того, когда, как ты поймёшь, что это твоё, не твоё, надо, не надо, подходит, не подходит и так далее. Так вот я сделала тест. И тест сделать, честно, всегда дешевле, чем полностью обрубить какие-то мосты и с головой нырнуть в какую-то новую реальность. Вот, собственно, вот это видео, наверное, в этой обстановке, вот, в такой для меня новой, потому что вот я здесь первый раз. Хотя это у меня под носом, вот это в самом центре, и я здесь это видела всё, когда это строили. Мой малый сын как раз вот здесь, на этих всех стройках, у меня даже куча всяких видео и фотографий, где он тут то в ковше сидит, то там копает что-то, в общем. Вот. Вот это первая мысль, что сделать тест и проверить свою гипотезу, это всегда дешевле и проще. То есть вот поехать на короткое время, да, одной посидеть, там, побыть, причём в хороших каких-то условиях, в хороших, не в плохих, не в лишениях, а именно в хороших, посмотреть. Ну, то есть 10 дней, 20 дней, да, этого хватит, чтобы понять, ты можешь это, хочешь жить такой жизнью или нет. Это первое. Вот. А второе, это то, что надо, конечно, узнать, что вокруг, для того, чтобы сделать какие-то выводы окончательные. Вот это, собственно, две таких, наверное, основные идеи сегодняшнего видео. Если говорить о вас, о тех людях, которые думают об иммиграции, думают об иммиграции в Ирландию, я бы могла так сказать, что... Посмотрите, как этот тест можно сделать попроще. Например, если вы хотите приехать на работу, ну, вот, допустим, с Украины, например, можно приехать сперва только в гости, да, вы не можете приехать. Ну, вернее, то есть, ну, нужно немножко как-то больше сделать каких-то там действий, да, тело движений, чтобы приехать даже в гости. Вот. Ну, это легче сделать, чем сразу, например, искать какую-то рабочую визу, сразу что-то там придумывать глобальное, да, или выходить замуж и так далее. Вот. Посмотреть. Посмотреть. Вот я всегда говорю посмотреть. Хотя я не смотрела, но у меня была другая ситуация, потому что у меня, как бы, 80% из 100 была история о том, что понравится мне или не понравится, я всё равно приеду в Ирландию, буду там находиться и там жить, потому что у меня там был муж, папа, да, и моего сына. И я, у меня цель была именно ради него, чтобы он учился и там получал образование. Вот. Поэтому 80% из 100, даже если мне не понравится, я всё равно останусь. Если бы мне не понравилось, и я бы не осталась, я для себя эту возможность просто отрезала. Вот. Так что вот это тоже из этой же серии просто наоборот. Вот. А если у вас есть раздумья, то, конечно, лучше попробовать, лучше протестировать. Это намного дешевле, чем куда-то окунуться с головой. А ещё здесь, знаете, что? Что всегда нужно... Я помню, в каком-то, где-то в статье прочитала, по-моему, даже про Ирландию там было, писала одна женщина. Она из Риги. Очень какой-то занимает хороший пост в Ирландии, такой в государственных структурах, мне кажется. И она сказала, у вас должно быть время всё время, чтобы приехать домой. Вот вам стало скучно? Вы раз. То есть у вас должно быть время и деньги, чтобы вернуться домой всегда. Вот когда вы уехали куда-то. Если у вас это будет, вот первый год, если вы сможете уезжать там на недельку, на две недельки, побыть, посидеть и вернуться, значит, отлично, значит, всё пройдёт идеально. И вот я это...